Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, род избранный, царственное священство, народ святой и Божий, люди, взятые у дел, всех свободных во Христе приветствую и желаю радоваться, веселиться в Господе, возрастать в мире благости и истине и во всякой правде Божией. Христос посреди нас был, есть и будет. Радуюсь я вас, что вы совершенны и не нуждаетесь ни в каких вещественных началах мира. Вот вы знаете, сколько читаю, столько убеждаюсь. Вот правда, насколько вот это второе послание апостола Петра вмещает в себе всю суть, суть того, чего Господь им сказал. Господь пришел, все вы знаете, творил дела любви, вплоть до своей добровольной, крестной, жертвенной смерти ради всех нас. И заповедовал это своим ученикам. Заповедь он дал одну, одну заповедь. Любите друг друга. Слово любите, это глагол. Естественно, подразумевает дела любви. Все начинают, вот там, любите, это не слово, это глагол. Любите, значит, делайте дела любви. Все, что просят Богу, ничего от нас не надо, надо это запомнить. Бог есть Дух, Бог есть Творец, все увидимого и невидимого на земле. У него воля одна, благая и неизменная. Ибо он сущий Бог, неизменный в слове своем, в помышлениях своих, в мыслях своих. Чтобы ты, человек, был счастлив. Он тебя из ничего создал, привел в этот мир, который сотворил из воды и водою. И заповедал своим апостолам и ученикам, и братьям, и сестрам. Сотворите и научите. Заметьте, да, цепочку. Как начинается послание Петра Второй особенно. Раб и апостол. Творю, ибо раб Божий, раб исполняет волю господина своего. Сам люблю, подвизаюсь и благовествую. Поэтому Господь сказал, заповедую вам, любите друг друга и благовествуйте Царство Небесное. Идите, научите все народы, уча их соблюдать то, что я заповедал вам. А я заповедовал вам, любите друг друга. И как он красиво говорит-то, что вся в вере, что мы ожидаем праведности, очистив наши души в нелицемерном братолюбии, поклонением истине через Духа, искренним сердцем, чистым сердцем любите друг друга. Что такое любить-то? Сотворить дела любви. И говорит, таким образом, ну это я, правда, вам и с первого послания сказал, но во втором послании он говорит то же самое. Мы духом, духом ожидаем праведности от веры, но в вере вашей покажите добродетели, в добродетели воздержание, там, естественно, как ты без упования, без воздержания, как ты отдашь полмиски своей, как ты отдашь вторую одежду, если ты не воздержишься, если ты не потерпишь. В этом покажи свое братолюбие. В братолюбии ты явишь любовь Божью, которая в каждом человеке, то есть покажешь, что у тебя внутри. Человек судится по плодам. Все. И говорит, таким образом, вы причаститесь божественного естества, вот оно причастие-то. Петр, помните, Господь сказал на прощальном ужине, сейчас ты, говорит, не понимаешь, что я делаю, а уразумеешь позже, хотя потом свой поступок объясняет словами. Я, говорит, Господь и Учитель, если сделал вам это, я дал вам пример, чтобы вы поступали так же. Вот Петр, уразумев потом это, в Пятидесятницу, когда Господь ему открыл ум к разумению истины, и бумажной, и внутренней, стал творить так же и учить тому же. И говорит, только таким образом мы сможем сделаться причастниками божеского естества, божественной природы, которой есть любовь. Каким образом ей можно сделаться? Каким образом мы причащаемся Богу, который есть любовь подобная, соединяется с подобным? Вода соединяется с водою. Делами любви Бог нам взращивает своего духа, который дает все плоды, саму любовь, от любви радость, от любви радости мир в душу. От этого еще больше долготерпения, воздержания. От этого, кто правильно подвязается, понимает, что все ему дал Бог, если он это все творит, все дела любви. Если он творит силою Божию, а не таблеточками, ядерным оружием и прочими книжками и так далее, алхимией и всей прочей ерундой. Такой человек, конечно, становится кротким. Кто такой кроткий? Тот, кто не возносится, когда его хвалит, и не печалится, и не отчаивает, когда его поносит. Это есть кротость. Бог говорит, посмотрите на меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Кротость – это не незабитость. Есть скромность – хорошее слово. А есть кротость – это нечиславие. И не… потому что, в принципе, обида – признак гордости. Это бесчиславие и безгордостность. Слово «кротость» очень, на самом деле, хорошее, очень глубокое. Оно в себе совмещает два – нечиславие и не гордыню. Потому что обида – признак гордости, когда я обижаюсь, что меня там не похвалили. Расстроился, бедный. Я тут спел на весь стадион, и меня вот не похвалили, еще обсвистали. Это человек, которому в этом плане все равно, он всех любит. Ну, обидели, завтра покаяться. И не возносится, когда его на щит возносят, как Господа пытались каждый раз. Ему ничего не надо. Он всю славу воздает Творцу своему. Господь делал это в образе Отца Небесного. Мы это делаем, уже познавши истину, воздаем всю славу Господу и Богу нашему, сущего над всем и неизменному в мудрости своей, в мысли своих, в воле своей. И Богу, и Творцу нашему, любвеобильному родителю, который есть Иисус Христос. Все. И таким образом дал Петру ключи. Все. Теперь таинство надумает. И исповеди. Все. Только у Петра не. Сядем на его седалище, на Петрова, на Павлова, а вообще на Христова бы нам в идеале сидеть. На таком крючке людей держать, чтобы вообще не соскочили. А Петр говорит, какие ему Господь ключи и Царство Небесное дал. Он дал каждому человеку. Он говорит, таким образом, не я вам буду открывать, а таким образом, в вере показав братолюбие, которым истеживаем дух любви, который в нас все больше и больше исполняемся, творя дела искренне. Искренне, с чистым сердцем, с нелицеприятием. Он же говорит, как все. Ой, а то можно вознестись. Ну да, давайте теперь зло творить. Или не творить дела любви, чтобы духа не исполнится, чтобы кротости не исполнится. Что за бред? Конечно же, мы любим, потому что все мы дети Божьи. Все Богом сотворено. Как ты можешь кого-то не любить, его Бог сотворил. Ты Бога ненавидишь, ненавидя любого человека. И эти сатанисты, те сатанисты, он такой же чадо Божий, такой же блудный сын, как и ты, некогда, если ты покаялся. Так ты не будь этим старшим братом, которому Господь приводит в пример, исполненного зависти и злобы. Прими брата, подожди, пока он покается. А лучше вообще ему навстречу пойди. Вот настоящий брат. Это образ Каина и Авеля. Господь специально эту притчу дает с отсылкой туда. Что вот она где, зачаток-то. Зависть. Ну и Каин убил Авеля из-за этого, что дела его добры. Но там зависть была. А здесь еще и злоба прибавляется плюс ко всему. Таким образом вам откроется беспрепятственный, свободный вход в Царство Небесное. Не Петр в Таинстве Исповеди вам открывает свободный вход в Царство Небесное. А Господь взращивает в тебе эти плоды Духа. В тебе это Царство Божие, внутрь тебя. Оно открывается, показывая вере, любовь, братолюбие. Так-то-то скажем, дела любви, потому что любовь это... Любите друг друга, он сказал, любите глагол. Бог есть любовь, а мы любим друг друга. Чтобы в себе этого Духа Святого исполниться. И от любви, от этого Духа Божия, это радость. Многие христиане так и писали. Ну кто переживал, я переживал. Я знаю, что такое Бог. Бог есть любовь, Бог есть радость, Бог есть мир, Бог есть счастье. И таким образом вам беспрепятственно открывается вечный вход в Царство Небесное. А Царство невозможно без Царя. И невозможно творить любовь без упования на Бога. Господь сказал, кто хочет стяжевать этого Духа Святого, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной. А как ты будешь любить, свой эгоизм не убив? Любовь это что-то отдавать, это отрывать от себя. Он говорит, отвергни себя и возьми крест свой. Крест я вам говорил, кто прослушал ролик. Имя Божье, имя Бога, любовь. Это имя Бога, это сущность Бога, это древо жизни, это дыхание жизни. Это крест Христов, это Святой Дух, это любовь Божья. Крест это любовь, это символ любви, причем символ не мифический, не былинный. Притчи иеговы с неба рассказаны, а явленный самим сущим Богом, пришедшим воплотив в последнее время. Последним называется только потому, что Бога убили. Ждут Антихриста. И первый Антихрист, Адам. И в нем все умерли. А в нем действительно все умерли, Бог всех потопом стер. И прекратилось всякое дыхание в ноздрях, даже животных. Новый Адам появился, и Господь оставил. Ноя. Вот и Господь говорит, отвергни себя. Он путь сказал, это отречение от своего эгоизма, это свое слостолюбие, похоть свою. Да, надо радоваться. Но радость, на самом деле, кто приходит в совершенное познание, тот понимает, что, оказывается, любовь – это счастье. Он начинает все делать только ради людей, ради ближних. Пытается всячески доставить им радость. Но при этом некоторые мне тоже могут укорить. Да вот, я тебе там что-нибудь говорю, а ты не слушаешь. Да. Когда Павлу всем собором убеждали, что надо обрезываться и соблюдать закон, он ни на стопу ноги, как он сказал, не подвинулся. Его тогда еще могли растерзать. Вот и я. Я никогда на стопу ноги от Евангелия не подвинусь. Бог есть любовь. Я от Евангелия никуда. Ты меня попробуй в Евангелии обличи. В Новом Завете, который в крови Христовой, который в любви Божией. Что мне твой культ? Что мне твое учение? Это вечно соблазн. Иудейство, и еленство. Язычество, и еленство. Иудейство, и ежичество. Это одно и то же. Что эти были иудеями, что язычники. Это одно и то же. И есть еще елены. Вот два соблазна. Ум и сердце. Новое учение и мозговарь. Сидеть Бога. Как помните, это обезьянка, человеческий череп рассматривает. Так и мы. Бога мы там сидим. Я сейчас напишу о Боге. Вот такие вот книжки. Что ты там напишешь? Бог есть любовь. И пребывающий в любви познал Бога. Ибо Бог есть любовь. А нелюбящий брата не познал его. Потому что Бог есть любовь. И путь познания один. Дела любви. Искренними, от чистого сердца. С нелицемерным братолюбием. В духе кротости. Что такое в духе кротости? Помните, не понимают это слово. Это не забитость. Это в духе непревозношения. И не обиды, когда тебя поносит. И непревозношения, когда тебя хвалят. Вот что такое кротость. Надо понять. Поэтому в духе кротости. Господь действительно был кроток. Он не принимал славы, когда ему воздавали божескую славу. Он всю эту славу отцу направлял. Его сколько обижали, ругали, поносили. Я учусь у моего Господа. Меня тоже и поносят, и ругают, и обижают. Ну да, нападет, полденька помучаешься, молишься. Господи, утешь меня, обрадуй. Не дай озлобиться на брата, на сестру, на ближнего. И Бог исполняет этим духом. Бог есть дух. И Бог взращивает тебе эти плоды, если ты трудишься. Если ты вокруг этого дерева в раю пляшешь и скачешь, и удобряешь, и поливаешь, и пропалываешь. Бог сказал, возделывай и храни. Древо жизни – это Бог. Древо жизни – это любовь, которую надо взращивать. Дыхание жизни, которым вдунул человек, это дало ему образ. В первой главе так и сказано русскими словами. Бог сотворил человека по образу и по подобию. Во второй уже даются символы. Я вам всегда рассказываю. Есть и прямые слова, и символы. Все вот так по кругу жуется об одном и том же. Господь Человек сказал по-русски. Образ и подобие. Потом говорит, что это такое уже в символах. А уже в Новом Завете все явно сказал. Вот он, я. Вот он, я. Не вы, не я ваш образ и подобие, а вы. Он был человек. Абсолютный человек и абсолютный Бог. Правда. Оказывается, что мы образ Божий – это абсолютная правда. И оказывается, что древо жизни – это любовь. Оказывается, правда. Оказывается, уподобиться надо в любви. Поэтому вдыхание жизни означает дать человеку божеский образ. А насаждение древа жизни – начать – это точку отсчета его уподобления. Это то семечко, если вы смотрели второй ролик, который назвал вера, надежда и любовь, как я там назвал-то, древо жизни христолюбцы. Чтобы человек уподоблялся Богу, взращивая это семечко в это древо жизни. Крест Христов – древо, крест. Вы повесили на древе, на дереве Христа. Христа Бога. Имя – это любовь Божья. Поэтому крест Христов – это любовь Божья. Христос есть Бог, а крест есть символ явленный, деятельный, живой, настоящий, 2000 лет назад исторически происшедший. Крест Христов. Вот и все. Вот вам все. Все Евангелие. И Петр хорошо дальше говорит. Кто такие лжеапостолы, лжепророки и наглые ругатели? Это три вещи, которые будут вас отвращать от этой простой истины, которые вам будут от веры, надежды и любви. Он, в принципе, в правильном даже там порядке сказал, потому что Бог сначала воплотился, во что мы уверовали. Явил свою любовь делами любви, вплоть до креста, да, до распятия, добровольного отдания жизни. И воскрес. Вот он так их троих, если вы там увидите, без всяких этих веевательств, конечно, он там как бы красиво все это говорит, но если вы увидите, посмотрите, концентрат мысли-то, вы увидите, что он лжепророками, а то всех еретиками заклеймили. Да еретик тот, кто вас отвращает от веры, от любви, пытается отбить. Сначала пытается корень отрезать, там вообще семечко это отнять. Это образы, те же самые образы, которые Господь давал в притче о семени. Семень посеяно, уносится. Это вот сатана пытается вверху у вас прям сразу, или люди. А, да что ты там, в чепухня все это. Потом семечко, которое, хоп, и сдулось. Это вот надежда всегда образ. Потому что не было корня. Я вам рисовал это, растенец, где нет корня, где нет упования на Бога. Человек сдуется. Ой, сел и побежит, дела любви творит. Первая скорбь, деньги все раздал, а тут Господь испытывает болячечкой. Ой, зачем я все раздал? У кого нет упования на Бога, тот сдуется. Это растение все помрет. И третья нелюбовь. Говорит, что это семечко заглушило терния. Дела житейские, попечения, все в себя. Смотрите, говорит, чтобы Господь, как тоже говорил, не уподобляйтесь язычникам. Все по печенью свое положили о том, что есть пить и веселиться. Это та же самая притча. А на добрую землю семечко падает. Я же вам говорю, все об одном и том же. Что ни крути, все все время в одну эту. Вера, надежда и любовь. Вера, надежда и любовь. Ну, само событие наоборот идет. Вера, любовь и надежда. Потому что Бог воплотился во плоти. Во плоти являл свои дела любви. И распялся во плоти. Умер и воскрес. Это образ надежды, воскресения, образ упования. Но путь сам по себе немножко другой. Потому что если мы рассмотрим сам путь его жизни, то было наоборот. Вера сначала, крещение. Потом упование и надежда. Он ушел в пустыню. Я вам говорил, что такое пустыня. Это где человек отрекается от себя. Вот он решается отрехнуться от себя, как Господь и призывал. Уповать на Бога. Господу Богу твоему поклоняйся. Ему одному служи. То есть его силой все твори. И в силе духа тогда творит это дело. Путь, конечно, это вера, надежда и любовь. Но любовь из них выше. Ну да, росток над землей выше, чем корень внизу. Отвращать это учение. У нас будет по обратной схеме. Сначала от веры, потом от дел любви будет развращать. Помните, он говорит, кто такие будет? Это будут развратники. Наглые ругатели, хулители. Будет у вас из лукавства, из любостяжания. Любостяжание – это дырка. Это любовь к стяжанию всего, значит, что только можно. Любой похоти, любого удовольствия, любостяжание. Поэтому из алчности своей, другое слово, алчность. Я ее называю дыркой, всегда вы слышали, не раз. Из черной дырки своей природы. Хотя ты источником должен стать. Они будут уловлять вас. Ну, естественно, будут и доить вас, и стричь. Потому что им-то надо свою похоть удовлетворять. А вас, естественно, этому же учить. Потому что вас этому научи, вы сами начнете всех рвать, и у всех рвать. И ему десятинку. И так по схеме, поверх. И последний будет убивать надежду воскресенья. Где пришествие его? Все, от начала времена отцы наши, вон, закопали, черви съели. Вот три лжепророка, лжеучителя и наглых ругателей, насмехателей над воскресеньем. И говорит, какие истины, как отличить истинного, старшего, брата, брата, а не начальника. Пресс-витер старейшины, но это брат. В семье это брат, потому что христианская это семья. Община была с семьей, все продавали. Ну, кто будет все продавать-то? Это значит, уже настолько были отношения общие. Это старший брат, а не начальник. Руководитель. Да нет, это не какие-то люди друг к другу чужие, это братья. Община это там, где люди друг к другу, братья настоящие. Все твое мое и мое твое. Вот кто такие братья. Помните, Господь самому брату, сыну сказал, что все мое. Тем более, уж у братьев-то все отцовское. Тут и своего-то не называйте. Помните, говорят нам ничем апостолы. Вот кто-то, как отличить старшего брата? Старший брат вам напоминает? Брат напоминает. Он не бьет палкой, он не пасет палкой. Старший брат – это псина, которая взади стада бежит. Если кто не слышит голоса пастыря, он напоминает. Но если мы стада Христова, то вот эти слова, которые Петр написал, уже можно как бы не воспринимать. Хотя можно только в хорошем плане воспринимать. Вам старшие братья должны напоминать слова бывших прежде пророков. Во-первых, слова, а не заповеди. Не перепутайте эти вещи. А то начинают заповеди ветхозаветные исполнять. Бороды брить, не брить, десятины давать, не давать. Богу, от тебя ничего не надо. Это он скотскому народу давал, когда люди обезумивают. Под проклятием кто под законом. Мы не под законом, мы под благодатью. Ты делай дела любви. Если жене твоей нравится, что ты бритый, брейся для нее. Не заливайте хамеры своим волкам. Отдайте эти деньги ближнему. В воскресенье не ходите на эту скучную проповедь о какой-нибудь политике, о психологии, о всякой чуши. О всяких учениях, новых учениях, о всяких новых пророках. Пойдите, сделайте дела любви ближнему. Соберитесь своей общиной любимой и отдыхайте. Умывайте ноги друг к другу, как это делал Господь. Один дрова пошел колоть, один это. Пребывайте в любви. На то нам и дано воскресенье. Это собрание любящих, как и Господь на вечере. Это верующих и любящих. Один день в неделю уж можно отдохнуть. Отдыхайте со своими. Что такое воскресенье? И придут столбняком стоят. Богу жертву дают. Ой, вот он не ходит в храм, поехал отдыхать. И правильно сделал. Именно там он в любви со своими друзьями, пусть даже язычниками. И там им служит, любит, сам радуется. Человеку надо отдыхать. У него еще вся неделя будет впереди. В подвигах любви. К язычникам, к иудеям. Потому что и на работе, кто кого там только нету. И в окружении. В воскресный день, день счастья, день отдыха, день любви со своими. Соберите любящих вас людей. И повеселитесь в Господе. Да, мы вспоминаем воскресенье. Преломите хлеб. Да. Воспоминаем. Выпейте чашу вина. Вспомните. Страдание Христа во плоти. Хлеб и вино – это страдание Христа во плоти пришедшего. И страдавшего во плоти. Но потом-то возрадуйтесь и вы свеселитесь, ибо он и воскрес во плоти. Поэтому вино и хлеб – это как образ пота и крови, страданий и труда, так и образ жизни и счастья. Вот вам, старшие братья, напоминают слова, если нужно, слова, а не заповеди. Прежде бывший пророком о чем? О мессианстве Христа. Об ожидании Христа. Язычникам, напомните. Мы все любили изучать Библию. Для меня было открытием ее чудодейственность написания. Действительно, какая она прекрасная. Не какой-то Коран, который написан от большей сутры, от меньшей к большей. Чудесная просто систематичность. Действительно, от начала до конца книга. Действительно, человек согрешил, пал. И ждет своего спасителя. Его ждали все. Ибо обетование было дано не Аврааму, а еще Адаму. О том, что семя жены твоей будет поражать змея в голову. А он, а змей будет жалить его лишь в питу. Но Господь и эту питу омоет. Вы помните, на прощальном ужине. Потому что омытому, Словом Божиим, надо только ноги омыть. Все. А так, все мы чисты, кроме детей лукавого. Все. Если не нужно, если у тебя стадо от веры не отпадает, и никакие лжепророки не ведут за собой. Господь сказал в Ветхом Завете, как узнаете пророка. Говорит, пусть он и чудеса я попущу ему творить, и знамени, и все, и пророчества дух дам. Говорит, но если он вам скажет, пошли вслед иных богов, а он вам и будет говорить, не вслед Христа, а вот он лжепророк. Верьте только во Христа, но если ваше паство не сомневается, не слушает всякую фигню новых каких-нибудь пророков вечно, в каждом поколении тысячами появляющихся, выдающихся за Мессию или просто так за пророков, нет никаких, тот же самый Мухаммед. Нет никаких пророков после Христа. Пророки, да, Иоанна Крестителя, все, никогда никаких пророков не будет больше. Ой, старцы говорили, пророчествовали, нет никаких пророчеств больше, мессианских, тем более. Все, один, все, если от веры, вот вам старший брат, и вот вам лжепророк, вот вам лжеучение, и вот настоящее учение, настоящий ученик, учитель, настоящий старший брат. Будет напоминать вам заповедь Господа Иисуса Христа, которая одна. Любите друг друга, любите, это глагол, делайте дела любви. Искренне, в духе кротости, не надмиваясь и не расстраиваясь, когда неблагодарны и злы. Уподобляйтесь Отцу Небесному, любите друг друга, одна заповедь. Богу от вас, если вам будет рассказывать, Богу надо в храм ходить, прославлять, петь песенки, таскать десятину, а то вы его обкрадываете. А то, да, обкрали Бога, бедный, несчастный. Страдает от наших грехов, весь обкрадываем нашими десятинами. Просто несчастный Бог какой-то. Братья, сестры, опомнитесь. Стяжите Духа Святого. Из-под проклятия вылезти из-под этой палки-то. Мы не под законом, мы под благодатью, нам открыта истина. Иисус Христос, Сущий на всем Бог, неизменный в Слове Своем, сотворивший небо и землю. Ему от тебя ничего не надо, человек. Он тебя когда приводил в бытие, он от тебя ничего не требовал. Знал, что ты им ничего не дашь, потому что вся земля, что наполняет ее, его. Он тебе ничего не требует, только любите друг друга. А все, что он тебе будет давать, все дары, телесные, руки, ноги, глаза, уши, язык. Духовные, невидимые, божественные дары, которые вообще не твои. Там чем гордиться-то? Служи им и воздавай всю славу Христу. Всех прилепляй ко Христу. Как дружи меха подводи любого человека ко Христу и умоляйся, и радуйся. Как ты будешь радоваться, если ты зависти полная, ты будешь радоваться, когда в тебе нет зависти. Ты рад, что человек обручился со Христом. Ты рад, что новая невеста твоя, как это, жена вторая в Гареме называть, я не знаю, есть там у нее название. Это святой Гарем. У нас нет никакой зависти, что человек счастлив, что человек приходит ко Христу, обручается со Христом. И ждет брачного пира. Мы все невесты Христовые на этой, обрученные, ожидаем брачного пира. Но приготовить себя к этому брачному пиру можно только любовью, делами любви, стяжавши Духа Святого, раскрывши в себе эти плоды. Только на такой невесте женится, а иначе отвергнет тебя жених твой, если он придет, а ты уродлива. Плоды Духа надо, свойства совершенного человека в себе взрасти. Ибо любовь есть совокупность совершенств. Радость, мир, вера, долготерпение, кротость, упование. Все надо в себе взращивать. Все надо трудиться, надо этим деревом плясать днем и ночью. Одобрять, удобрять, поливать, пропалывать. Все надо делать, обрезать, подвязывать, все, все, палочками укреплять, огораживать от животных, от скотины, чтобы не погрызли, чтобы не поломали. Вот оно, вот он труд человеческий. А взращивает все Бог, помни это. И все, корень-то какой, вера, семечко было. Вера, чье, нетленное слово Божье. Вот вам пример лжеучителя и истинного учителя, истинного брата во Христе. Ну пусть старшего, чуть быстрее вас вырастет, значит старший. Но брат, брат, вы брату никакую десятины не платите, работая в семье. Вы живете в разных городах и всегда поможете, душу отдадите. Но десятины не платите. Вы любите, переживаете. Если брат в здравии и благословен Богом, радуйтесь и счастлив за него. Если брату Господь попускает какое-то искушение в вере, испытание в вере, вы помогаете. И Бог специально одному попускает недостаток, чтобы мы любовь свою проявили. Все. Ему не надо, надо жить общей жизнью, общиной, семейной. И давать ровно столько, сколько кому нужно. Бог не просил строить этих культовых сооружений, семинарий и всякой чепухни этой. Бог проповедовал вот так вот, на улице, на горе, на море. В капище в этих ходил, чтобы проповедовать. Ибо храм Божий, говорит, ой, он же храм Божий назвал своим. Да не своим он назвал, храм Божий-то тот в Иерусалиме. Он сказал, разрушьте его, я воздвигну его. Они убили Христа. И язычники разрушили этот храм. И что теперь стоит? Две тысячи лет нет того храма, а Бог живой. Значит, он говорил о храме тела своего, а не об этом капище. Бог не благословлял его. Давид захотел построить Бог отверх эту идею. Сказал, не вздумай этого делать. Но Бог всегда попускает безумию человеческому, чтобы явить нам это безумие. Ибо мы так и будем думать, что да нет, мы правы. Бог не благословлял этого храма. Бог попускает этому всегда злу, чтобы мы убедились, что все это чушь. В этом же храме и убили Христа. Люди безумные. И последние. Кто такие наглые ругатели? Кто смеется над твоим упованием? Помните, в 13-й псалом посмеялись над упованием праведника? Вот надо мной вечно. Вот ты не лечишься. Вот ты соблюдаешь райскую заповедь, вкушаешь то, что тебе Бог позволил. Бог не изменен в слове своем. Он сказал эту заповедь от начала. Не убивать живые души. Кто ее отменял? Сказал имя одну жену. Он сам сослался. Он говорит, я неизменный в слове своем. Я творил бытие. Кто ты человек? Когда я, как он хорошо говорит. Иова, кто ты? Где ты был, когда я устроил небо и землю? Кто вы, что спорите с Богом? Бог сказал, всякое сеющее семя тебе будет в пищу. Бог не сказал, что ты будешь ртом своим прилипать к коровьему в имя и сосать у нее там молоко. Нет, такого он не говорил. Когда приходит, Бог все устроил прекрасно в этом мироздании. Когда ребенку приходит время, он от материнской груди отлипает, питается более грубой пищей. Доходя до сухарей, молоко у матери перестает быть. Бог в все телесные образы положил, чтобы мы возрастали в духовного, совершенного Бога. Ибо Бог есть дух. И мы, по сути, такие же духи. Поэтому, соединяющиеся с Господом, один дух есть с Господом. Кто отменял эти заповеди? Никто, Господь сказал. Я неизменный в слове своем. Я творил бытие совершенным. Вот наглый хулитель. А кто будет над вами смеяться над этим корнем? Если вы ролик смотрели, я говорил о древе жизни христолюбца. Вере, надежде, любви. Будь смеяться все время над вашим упованием. Хулить вас. Где ты? Я вот таблеточку выпил, у меня все прошло. А ты не пьешь, у тебя не проходит. Ну и ладно. Зато ты Бога не знаешь. А я знаю. Я знаю его любовь. Он всегда со мной. Он меня просвещает, защищает, утешает. Он дает дары свои. Потому что я уповаю. Это упование возвращает во мне дух усыновления. Я из ребяческого становлюсь мужем совершенным. И в доме отца все мое. Потому что я люблю его. И целиком ему доверяю. И целиком ему вверяюсь. Мне не нужен ни пистолет, ни ваш ядерный щит. Ничего мне не нужно. Ко мне никто не прикоснется, если нет его воли благой. Мне не нужны ваши семинарии, ваши человеческие учения. Талмудов переписали. Наверное, вагоном, если загрузить, сколько уже преданий этого религиозного. Можно, наверное, весь земной шар вот так по экватору раздействия потянуть. Мне это не нужно. Меня Бог. Я учусь у Господа моего. Это совершенный тренер мой. Это совершенный мой педагог. Это совершенный мой защитник. Это мой любящий повар, отец. Он мне все вкусненькое такое приготовит. Это моя радость. Это моя любовь. Он всегда меня веселит и радует. И делает меня счастливым. Познать это опытно может только тот, кто уповает на Христа и любит ближнего. И вот кто будет смеяться над вами, и над опять видимым, на то, что вы там уповаете на воскресенье, и невидимым, на то, что вы уповаете в жизни своей на Бога. Вот они наглые ругатели. Вот и все. И заканчивает Петр. Поэтому возрастайте таким образом во всякую благость и познание Господа нашего Иисуса Христа. Возрастайте, а то я верую спасен. Вот это семечко, если оно может сгнить вообще в земле, кто огородник знает, оно вообще не появляется. Это вот то семечко, которое не на добрую почву, а на доброй почве. Семечко в две стороны начинает расти. Причем сначала корешок. Чем корешок углубился, вверх пошло. Росточек. Корешок еще ниже, росточек выше. Человек ничего от себя не оторвет, если он не отрекся от себя. От своего эгоизма, от своей дырки. И не решился эти дела любви, да, творить. А как? Уповая на Христа, пойти за мной иди. Дары все у Христа. Чем ты послужишь ближнему? Всем тем, что даст тебе Бог. Он источник. Говорит, только я. Поэтому обратись только ко мне. Вот вам. Вот вам все Евангелие. И так каждое послание у апостолов. И понапридумают всякой фигни. Этих лжепророков новых слушают. Там Христос, там Христос. Там благодать, там благодать. Там истина, там истина. Вот они и понаплодились. Каждое поколение Бог попускает. За мной иди, за мной иди. Да истинный раб и апостол Божий показывает на Христа. На Христа. Подводит к жениху невесту. А они не совращают эту невесту. Не доит ее. Не обирает ее. Наоборот, обогащает. Все. Истинный учитель, старший брат, напоминает заповедь Господа Иисуса Христа, которая одна. Одна. Не уповать на человека и любить Бога. А наоборот. Любить ближнего. Но без упования на Бога эта любовь невозможна. Невозможна. Ты ничего не оторвешь, живя в страхе. Где страх, там нет любви. Только человек, уповающий на Бога, исполняется духом. Плод один из этого духа. Это бесстрашие. Так ничего не боится. Ни природы, ни невидимого, ни бездуховного, так скажем, мира. Ни животного, ни растительного. Ни человеческого, ни бесовского. Человек полностью под запазухой у Христа, как говорят. Вот кто такой старший брат, пресвитер. Вот кто такой учитель истинный. Кто вам напоминает заповедь Иисуса Христа. И вот кто такие хулители, еретики и вся эта нечисть. Это те, кто будет смеяться над вашим упованием на воскресенье. А воскресенье образ жизни всемогущества. Он все мне даст. Все, все, что мне нужно, потребное для жизни и веселья, как Павел говорит. Все мне Бог даст. Все мне даст. Кто знает, что такое наставление духа, обучение от духа, тот никогда ни на какую семинарию это не променяет. Он говорит, обратитесь ко Христу. Вы знаете, я это каждый раз говорю. Ко Христу обратитесь. Он вам даст все, потребное для жизни, радости, учения, знания, так называемые, защиты. И исцеление, и здоровье. Все источник всего Бог. И неважно, кто вы, как вы живете, сколько у вас детей, какая обстоятельства в жизни. Бог даст ровно столько, чтобы перенести искушение. Петр и Павел об этом говорят именно так. Петр именно в этом послании говорит, по-моему. В первом. Вот вам и все. Все послания одинаковые. И о том, чтобы мы хранили, переданное вам. Павел говорит, чтобы вы стояли, вы познали эту истину, утвердились в ней. Храните ее и храните переданное вам. Не предание 2000-летнее. 25 кругов по экватору, вагонов, макулатуры, которые надо сжечь просто давным-давно. По-хорошему, ни один проповедник после себя ничего оставлять не должен. Бог будет каждому воздвигать поколению. Живые светильники, живые светильники. Настоящие свечечки Духа Святого, которым будет открытая истина. И они будут возвещать и возглашать ее голосом, вопиющим в пустыне. Покайтесь, сотворите дела, достойные покаяния, достойные, соответствующие покаяния. Веруйте. Потому что дерево, не приносящее плода, не приносящее плодов, срубают и бросают в огонь. Вера вам еще ничего не даст диванное. Вера – это семечка, семечка – образ жизни. Да, есть надежда, что это семечка. Вот тебе Бог, вот я купил семечки. Да, может быть, будут огурцы. Может, будут, а может, не будут. Но семечки у меня есть. У меня есть жизни. Вот там 10 семечек в пакетике. Вот у меня 10 жизней. Родятся они или нет, это неизвестно. Ну, хорошо, они родились. Они могут даже с земли не показаться. Кто занимается огородами, знает. Можно найти такие, даже вышедшие с корешками, но не вышедшие в землю. Можно не выйти из этой пустыни. Посмотрите на Христа. Он отвергся себе и пошел за Богом. Господу Бог твоему поклоняемся. Я тебе дам все царства мира. Будь полным эгоистом. Не надо мне ничего. Я тебе дам всю силу. Смотри, какие чудеса будешь творить, из камней хлеба делать. Не надо мне ничего. Ой, смотри, да. Сейчас тебе. Все дам. Все на свете. Все власть, все богатства. Господу Бог твоему поклоняйся. Ему одному служи. А Бог есть любовь. Поэтому поклоняться Ему можно только в духе кротости и любви к ближнему. Потому что истина есть Бог. А Бог есть любовь. Поэтому поклоняться Ему можно только в духе кротости и любви. Все. Не будем мы больше поклоняться. Не в том капище, не в том капище. Не в той синагоге, не в той синагоге. Не на той горе, не на этой святой горе. А в духе кротости. Нечиславясь и не обижаясь. Любя ближнего. Ибо истина есть Бог. Бог есть любовь. Истина. Бог. Сущий. Егова. Есмь. Как он говорит. Это все слова одного порядка. Бог. Христос. Это все слова имена Божьи в Писании. Ну вот так вот. Вот я не знаю. И такое ощущение, что сколько можно говорить одно и то же все. И вечный соблазн. Христос распятый. Для иудеев и еленов. Все. Иудеи или язычники. Это одно и то же. Это люди, которые вплоть все время тянет сердце. Вместо того, чтобы любить ближнего, мы любим Бога. Мы капище ему создадим. Десятины ему будем носить, чтобы его не обкрасть. Жертву ему приносить. Христа ему закалывать. Он же так любит жертву сына. Да. Мы будем его каждый раз колоть его. Кровь его проливать. Богу же так приятно. Кровь Христа. Просто сил нет. Мы вот Богу, чтобы угождать егове, злому демону, будем сына его закалывать каждое воскресенье. И еще пожирать его потом. Сырое мясо. Жуть. Или экзальтировать о страданиях Христа. Воспоминая о нем. Кому нужны твои воспоминания? Бог сказал, чтобы ты воспоминал. Петр раскрыл эту тайну опять. Говорит, а кто забыл? Об очищении грехов своих. О любви Божьей. Тот ослеп. И не видит, куда идет. Вот тут я вам совместил и заново богослов. Вот и все. Что тут непонятного? Меня просто все это, конечно, поражает. Что надо? Христос у нас, как бы, как бы, как Павел говорит, как бы у вас распятый предначертан. Мы все знаем евангельскую историю, благую весть, радостную весть о Сыне Божьем, о Боге Сыне. А христиане, кто познал истину, и глубину, и высоту, и ширину. Что Бог, это и есть сущий Бог. Великого благочестия тайны. Не понять тайну бытия, видимого, невидимого мира. Нам и не надо это. Нам это не заповедано все это познавать. И Христу в голову лезть лжеучениями. Любящий Бога в нем пребывает, и он в нем. Любящий ближнего познал Бога, ибо Бог есть любовь. Не любящий ближнего не познал его. Все. Ближний тот, кто рядом с тобой сейчас. Любой человек. Все понятно, все очень просто. Что еще надо от Евангелия? Павел хорошо сказал. Или Петр вот там же. Да, по-моему, Петр в этом и говорит послание. Оно чудно, второе послание. Да, лучше бы таких и не было, которые познали истину и отвалились от нее. Лучше бы им и не родиться. Вот и я поражаюсь на христиан. Познали любовь Божью, и потом начинается. Понесло в политику, там, цветы Руси строить. Гнилые Руси. Из гнилого корня ничего не построишь. Кого куда? Кто антихристы ищет? Да все тебе братья на земле. Всех создал Бог. Ты кто судящий другого? Ты твори дела любви. Любовь к Отцу Небесному. Господь любовью свою привел. Он палкой никого не бил. Там антихристы. Да не все тебе братья. Мы все братья на земле от одной крови дважды. Кого ты там выискиваешь? Это просто ненависть. Вообще непонимание истины. Я говорю, а некоторые я поражаюсь. Правда, смотришь, там, жизнь. Сами о себе свидетельствуют. Потом видишь, что человек познал и отпал от истины. А истина одна. Любовь. Все. Вот он отвалился. Вот это, без корня которые. И потом все на себя. Царковь себе строят. И одни идолы кругом. Чего только все это язычество, я говорю, иудейство. Вот это прям тянет человека. Две беды. Который, познав Христа распятого, вечный соблазн. У Павла прям красная линия. Он там как только по-разному не говорит об этом соблазне. Иудейском и еленском. А мы проповедуем Христа распятого. Любовь Божью. Который ты уподобляешься. Взращиваешь это семечко в древо жизни. От которого вкушаешь сам плоды. И другие вкушают. Но для иудеев и язычников это вечно вплоть тянет их в культ. Что Богу что-то можно сделать. И уповать на ближнего. Это вот все эти. И елены. Которые все там придумывают. Учения какие-то. Бумажки возвели в какой-то культ. И давай из стишков лепить свое учение. Да вот Петр по-русски все говорит. Что он понял от Господа. Все понял. Каким образом причащаться. Каким образом свободный вход в Царство Небесное открывается. Праведностью от веры. Да. Но в вере которой братолюбие. Все. Таким образом открывается. Никаким иным. Ибо об этом им сказал сам Господь. Любите друг друга. Кто любит меня. Тогда я приду к нему с Отцом и с Духом Святым. И обители у него сотворим. Вот вам заповедь с обетованием. Вот как можно любить Бога-то. Любого ближнего. Природу. Животный мир. От кусочка края мертвичины не откажется. Понаслушается учение человеческих. Не хватает ему там витаминов. Да ты видел эти витамины в глаза? Нет. Ты веришь людям. Ты не Богу веришь, который тебе сказал. Что вот будешь жить по закону любви бытия. Будешь жить в благости. Ты людям веришь. А Богу ты не веришь. Вот вам все бытие. Так что это вечный соблазн. Любовь. Любовь ко всему созданию. Живот. Вечный соблазн. Для иудеев, язычников развращенных. И умом, и телом. И для елленов. Все им везде. Тайны, учения. Надо им там что-то выдумывать. Нет никакого учения. Бог есть любовь. Мы лишь свидетели, апостолы говорят. И передаем вам свидетелей о воскресении. Ты воскресение никому Христову не докажешь. Никому. Ну, Бог тебе даст дар воскрешения. Воскресишь ты, человек. Ладно. Он завтра все равно отвалится. Свидетельства о воскресении Христа вообще нету. Кроме слов апостолов. Мы лишь верим в воскресение. Потому что даже в воскресении в Лазаре не поверили. Он говорил, вам дам последнее знамение. Как и он, а пророк, и я воскресну сам. Вот оно. Но она больше вообще не доказана. Только апостолы видели. И то те, которые не усомнились, пошли об этом проповедовать. Многие как-то умудрились и так усомниться. Я не знаю, как они там умудрились. Но умудрились. Вот вам и все. Вот вам все, Евангелие. Никаких учений не надо выдумывать. Ничего не надо в какие-то семинарии там в душу человеку психологии залазить. Да ты скажи ему слово истины. Поверит хорошо. Вот я вам говорю свободное слово. Касается сердце. Слава Христу. Нет, я понял, бесполезно что-то доказывать. Ты хоть обчитайся там. Что-то напрягаюсь там, читаю эти. Кому-то это там Новый Завет. Что его читать в простом слове. Люби ближнего, как самого себя. Все. Крест Христов. На лбу себе вытутывай. Чтобы каждый раз в зеркало смотреться ты увидел. Весь дом обвешивший в крестах. Любовь Божья. Что тебе непонятно, человек? О, человек. Павел пишет хорошо. Кривина говорит. Вот именно Бог от начала. Иоанн Богослов пишет. Просвещает всякого человека, пришедшего в мир. Павел хорошо пишет. Говорит. Бог от начала своим сотворением мира, приведением его в бытие. Каждого человека в это царство небесное, царство земное введя. Вот он показал всю свою любовь. Все. Что тебе, человек, надо? Ну, хорошо. Не познали, омрачились, осуетились. Стали развратничать, блудничать, пожирать друг друга и все вокруг. Все гадить, все уничтожать. Ну, хорошо. Бог явился во плоти. Он говорит. Что еще надо? Каждое его дело, все его жизнь и учение, как Лука говорит, первая книга Евангелия. Это дела любви, сотворяемые силой Божией. Он вышел в силе Духа и не лечил препаратами медицинскими, ни травками, ничем. А силой Божьей стрелял людей. Защищал силой Божьей Отца Небесного. Укращал бурю и все прочее. И то, я говорю, умолкни. Показывал, что он и отец одно. Что он есть Бог и своей силой все это делает. Питал он всех, просто преломляя хлеб. Ему ничего не стоит это сделать. Из воды вино сделать. Сделать для человека радость, для Бога нет никакой сложности. Он тебя просто сейчас духом посетит, даже в черной пещере. И ты будешь счастлив. Тебе не нужны для этого никакие средства. Ни наркотики, ни оргазмы. Никакая плоть. Бог тебя просто посетит и восхитит на небо. Где неизреченные глаголы, ангелы и все прочее, прочее удовольствие. Все. И в оконцовке вилки распятием свою любовь. И тем всем людям. Он никому руки не отсушил, кто его убивал. Уши не рубил. Гром и молнии не сходили. Все понятно и просто. И своим воскресеньем показалось, что он есть Бог. Поэтому он нашу надежды и упование и в жизни, в текущей, и в будущее, как в воскресенье. Потому что он есть Бог сущий. Ему ничего не стоит притворить из ничего. Вот так вот. Я надеюсь, все понятно. Я говорю, я иногда не знаю, что тут еще проповедовать. Одно и то же. Говоришь, 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 говоришь. Евангелие вы должны сами читать. Что его проповедник вам не должен читать Евангелие. Благовествуется Евангелие внешним, язычникам, неверующим. Да. И им идешь благовествовать. Рассказывать о воплощении Христа, о его делах любви, о его силе Божьей, которым он дела творил и всю славу воздавал Отцу. Для славы Божьей. Вы рассказываете это язычникам, неверующим людям. Непокаившимся. А среди христиан зачем нам Евангелие это друг другу пересказывать? Мы что, его не знаем? Знаем. Кто уверовал? Кто родился, хоть и еще ребенок духовный? Возрастает человек неверую. Ну и уверовал ты хорошо. Ты родился. Вот семечко вылезло. Дальше что? Оно укореняется упованием. От этого упования человек начинает творить дела любви. Отвергнувшись себя эгоизма своего и упованием на Бога. Все. Это образ пустыни Христа. Это отречение от себя и от сатаны. Следование. Это беряние, как правильно. Взятие креста и следование за Христом. Все это разные-разные слова, все об одном. Все это разные-разные образы, все об одном. Все эти притчи, символы. Вот вам весь смысл бытия. Так что вот так вот, мои братья и сестры. Род, род спасенных христолюбцев, царственное священство, народ Божий и святой, люди взятые у дел. Помните это все. Евангелие очень простое. Заповедь его одна. Проповедь в простом слове. Возлюби ближнего твоего, как самого себе. Все. Весь закон и пророки в этом. Весь-весь смысл бытия. В этом вся сущность. Бог есть дух. Стижание духа этого делает человека радостным. Мирствующим и счастливым. И свободным. Упование делает корень вот этот. Делает человека свободным. Упование на Бога. Ему ничего не надо. Ни за что больше не переживать. Ни о чем больше не печется. Его хранит Бог во всех отношениях. А любовь делает его счастливым. Вот вам две. Но это растение. Как его разорвать-то? Одна заповедь. Две. Они независимы. Бог сказал отвергнется. Он говорит, кто идет за мной, не несет креста своего. То есть, кто из себя не отвергнет. Да, да, Богу поклоняйся. И давайте. Богу поклонение. Богу слава. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи, помилуй. И напевать целыми днями. Чего толку-то? Если ты креста не несешь своего. Если ты не отвергся к себе. Если ты не творишь дел любви, отвергнувшись себя. Ты хоть обпейся, аллилуйя, аллилуйя, идя за Христом. Как он говорит. Говорит, тот недостоин меня и не мой ученик. Мой ученик, который себе отвергся. Понял, что надо творить. Потому что как ты понесешь крест, не отвергнувшись себя. Как? Крест берется добровольно. Отвергнись себя. Это опять растение одно и то же. Надо отвергнуться и взять крест. Как ты возьмешь, не отвергнувшись? Ты так и будешь орать. Снимитесь меня, как разбойники. Они не хотели ехать, не добровольно. Господь говорит, добровольно отвергнись. Никогда на тебя цепями окует и положит эту дубинку сверху. Сам отвергнись себя. Свободно и добровольно избери меня. Отвергнись себя. Возьми крест и слезы. А кто, говорит, не несет своего креста, ну, соответственно, не отвергся себя. А все в себе. Дырка черная. Тот не мой ученик. И идет за мной. Аллилуйя, аллилуйя. Я на Мерседесе приехал. Аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе Божия. Что это так? Кому нужно твое прославление? Кому? Кому нужны твои аллилуйя? Господи, помилуй. Кому это все нужно? Кирпичи, иконки, купола, таинства, свечки, обряды. Кому это вообще нужно? Никому. Ровным счетом никому. Богу от тебя ничего не нужно. Просто ничего. Со мной начинают там спорить. Я говорю, ты мне в Евангелии покажи. Где в Благой Вести Господь показал, сказал, что мне что-то от тебя нужно. Ничего, ровным счетом. Ноль. Вот, баранка. Мне не нужно от тебя. Ни прославление. Ничего не нужно. Вы мне поклоняться будете только в духе кротости, истине, и любви. Все. Мне не нужны ваши аллилуйя. Там, где он сейчас, там ему ангелы небесные, Херуфимы и Серафимы, тьмами и полчищами поют. Аллилуйя. Ты и аллилуйя будешь петь, когда за тебя будет человек, которому ты помог. Аллилуйя петь. Вот что взывает к Богу. И обиды его, и злоба. А то он аллилуйя, аллилуйя. Всю неделю гнобил своих подчиненных. В воскресенье приехал на Мерседесе и аллилуйя поет. Жену убил. Ребенка в глаза не видел за всю неделю. Ему некогда. Он там с друзьями в бильярдик поиграет. Ой, а в воскресенье аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Покушал хлебушка или там мясо. Я не знаю, что они там кушают. Что-нибудь повспоминал, поэкзальтировал. Да, да, да. Как это висеть? Наверное, больно. Наверное, больно. Ты возьми, повисни и узнаешь. Ну все. Закончим на хорошие новости. Всегда радуйтесь. Будьте счастливы, братья и сестры. А счастье одно. Это любовь. Любовь к ближнему. А то, что у проповедников проповедь такие, так вы и послания почитайте. Они все такие. Да и Господь сам такой, как будто горячий. Проповедник не может быть холодным. Он всегда горячий. В любом случае. Он не может быть теплым. Он либо совсем охладевает, либо горит. Проповедники теплыми не бывают. Мы все такие. Потому что Дух Божий – это Дух огонь поедающий, съедающий ревность по Боге меня. Помните, как Господь говорил. Так что запомните, никогда не перепутывайте эти заповеди. Уповайте на Бога. Это и есть ваш корень. И любите ближнюю. Это и есть ваше видимое растение, с которого все вокруг люди и вкушают плоды жизни. Вот так вот. Ну все, на этом мы закончим. Поблагодарим, давайте, Господа за все. Слава тебе, Господи, слава тебе. Спасибо тебе за все. За все, что даруешь нам. За то, что привел этот мир в бытие. За то, что любишь нас и ввел нас в это прекрасное царство. Пусть оно и под проклятием за грехи наши, так и оно прекрасно. Но мы Духом ожидаем нового неба и новой земли, на котором обитает правда. Слава тебе, Господи, слава тебе. Христос, Бог наш сущий, всегда посреди нас, братья и сестры. Помните это. Вы народ святой. Род избранный, царственное священство. Люди, взятые в удел, в удел Божий. Ничего вам никогда не повредит. Любите друг друга и уповайте на Господа. Все мои адреса каналов наверху. Все мои контакты для связи внизу. Все мои полезные ссылочки справа. Всех по наставлению апостольскому нежно-нежно целую, крепко-крепко обнимаю. Всех храни Христос. Пока-пока. До встречи в новом видео. Спасибо.